Добрый день, дорогие друзья! Коронавирус, кушать подано или конспирологическая версия Александр Белов Данная авторская презентация подготовлена по открытым источникам информации, доступным пользователям сети интернет Вот перед нами фон Браун, американский конструктор ракетно-космической техники По некоторым данным перед своей смертью в 1977 году предсказал шесть угроз, которыми пугать будут человечество Среди них вторжение злобных человека-ненавистников-инопланетян Ну это мы видим, развивается все по триллерам американским, например Угроза исламского фундаментализма, это уже не триллеры, а стероидная угроза Ну а также пандемия мирового вируса А вот американец Дин Кунс и его роман «Глаза тьмы» 1981 года, в котором упоминается вирус Ухань-400 В социальных сетях страница из книги Кунса публикуется обычно рядом со страницей из другого произведения Второй фрагмент – это отрывок авторский американца, писательница Сильвия Браун, которая является экстрасенсом и прославилась прогнозами о будущем У нее уже фигурирует точная дата – 2020 год Это предсказание она опубликовала в своей книге, которая была опубликована в 2008 году Конец дней представляла собой описание того, что будет происходить в Америке, а также во всем мире Браун писала в 2020 году Тяжелая пневмония, болезнь распространится по всему миру, а такая легкие бронхи И сопротивляясь всем известным методам лечения Ну скептики пишут Есть несколько фактов, которые отличают вирус из книги Из книги американца Дина Кунца В романе Дина Кунца вирус создан человеком, тогда как коронавирус имеет природное происхождение Ну а пока это под вопросом В книге Ухань-400 имеет стопроцентный показатель смертности Вирус из триллера имеет инкубационный период не 14 дней, а несколько часов Глаза тьмы поражает мозг, а существующий вирус вызывает пневмонию На самом деле, конечно, истинной картины по вирусу мы пока не видим И не факт, что увидим в будущем Каждый из этих пунктов можно оспорить Ну вот современный Ухань, самый густонаселенный город центрального Китая С населением около 12 миллионов человек Расположен он в месте слияния Янзы и Ханшуй Ну вот научная статья вышла индийских исследователей Которая в 30 января 2020 года, это было опубликовано в сети интернет Которые обнаружили, что геном коронавируса имеет 4 белковые вставки Аналогичные обнаруженным в молекулы ВИЧ Что повышает вероятность искусственного происхождения современного коронавируса Который поразил уже много стран Группа ученых из двух университетов Индии Увидела странное сходство и заявила об этом Автор утверждает, что нашли в геноме 2019 янков 4 участка аминокислоты РНК Очень похожие на белки из двух разновидностей ВИЧ Согласно утверждениям этих ученых, все 4 участка разорваны другим кодом Но тем не менее, 3D модель коронавируса предполагает Что они являются именно тем активным звеном Или лучом короны Который коронавирус атакует клетки Ну и вот обсуждаемая статья Надо отметить, что в общем-то Эта статья неожиданно Две вставки совпали с вирусом иммунодефицита человека Вот это тоже из обсуждаемой статьи Дальнейший анализ показал, что Выровненные последовательности были получены Ну в общем идет научное описание этого дела Затем мы перевели Перевели, то есть это вот перевод статьи Перевели выровненные геномы Обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах За исключением, ну и так далее Заинтригованные четырьмя высоко сохраненными вставками Уникальными для этого вируса Мы хотели понять их происхождение Для этого мы использовали локальное выравнивание Каждой вставки в качестве запроса против всех геномов вирусов Рассматривали хиты С 100% охватом последовательности Удивительно, но каждая из четырех вставок Совмещена с короткими сегментами белков вируса Иммунодефицита человека 1 То есть вирус иммунодефицита человека 1 Аминокислотные позиции вставок И соответствующие остатки приведены в таблице Вот эта таблица перед вами была Некоторые визуальные эффекты, которые приводит автор в статье К выводу, что это структурное изменение Возможно, также увеличило диапазон клеток хозяев Которые современный коронавирус может, в общем-то, заразить Вот доктор Фейк Дин в социальных сетях указал Что скорость распространения пандемии коронавируса сегодняшнего За пределами Китая превышает скорость распространения внутри Китая Это уже как бы наводит на некоторые мысли Между тем, китайские власти уже объявили Что пациентам инфицированным штаммом уханьского коронавируса Некоторые городские больницы предоставляют препараты Используемые для лечения ВИЧ Это стало частью усилий по предотвращению распространения этой смертельной болезни Ну и как писал 26 января в заявлении Пекинского отделения Национальной комиссии здравоохранения Говорится, что три больницы в Пеке Предназначенные для лечения подверженным случаем заболевания коронавирусом Пекинская больница Детан, Пекинская больница Юани, Медицинский центр номер 5, больница общего профиля Начали использовать эту терапию для лечения, используя комбинации лапинонавира и ритонавира Что продается под торговой маркой Калетра Эти два препарата являются антиретровирусными Они блокируют способность ВИЧ связываться с здоровыми клетками, размножаться и часто используют сочетания для лечения болезни Ну и конечно в этой связи нельзя не вспомнить, что существуют теории По одной из этих теорий ВИЧ это искусственно созданное биологическое оружие И такие рассматривались в свое время Теории был создан искусственно с целью уничтожения значительного количества населения людей Считается, что СПИД впервые был обнаружен в 1981 году В 1981 центрах по профилактике контроля болезней США В общем-то для такого мнения стал тот факт, что человеческий ретровирус ВИЧ Является модифицированным вариантом обезьяни вируса иммунодефицита Об этом сообщалось В общем на эту тему рассуждать в своей книге СПИД и доктора смерти доктор Алан Кантвал Он развивает в книге эту идею Мол, дескать, США с моделированной вирус иммунодефицита создали Использовав генетический материал обезьян Создавалось новое биологическое оружие в тайных лабораториях военного ведомства Ну и занесли ВИЧ человеку под видом прививок от гепатита В Об этом, в общем-то, он и пишет Версия, что вирусные китайские борщи с летучими мышами из МИИ Нелепая коммунистическая пропаганда, мутирующая в смешные мемы Это из сети интернет Ну а собственно западные недоброжелатели пишут о том, что коммунистическая партия Китая Приказал умереть, чтобы создать коронавирус в Ухане Умри, но создай И в общем-то, здесь вот мы видим Го Дэй Ин, выдающийся китайский ученый, отвечает за создание коронавируса в Ухане По заказу китайской коммунистической партии Проект настолько секретный, что некоторые китайские руководители даже об этом не знают Ну вот такие вот данные приводятся в сети Комментировать их сложно, так это или не так Надежный источник, один из китайских клептократов Сказал Майзлу Го сегодня, что китайская коммунистическая партия допустит для общественности Случайную утечку созданного, то есть прикрытия созданного в лаборатории вируса Из лаборатории П-4 в Ухане, чтобы возложить вину на человеческие ошибки Но официальное объявление все еще находится на стадии доработки Ну и вот здесь этот корпус в Ухане Поскольку новый вирус зародился именно в этом городе Распространился на 9 стран, на 10, но сейчас уже это сотни стран Все больше и больше людей, включая международных экспертов по биоружию Сомневаются в его связи с лабораторией И сомневаются в его связи с лабораторией Расположенный примерно на 20 милях от рынка морепродуктов Где было обнаружено первое несколько заражений людей Ну и вот здесь, собственно, этот рынок Если исходить от того, что все началось на рынке То кто первым съел эту мерзкую копченую летучую мышь И почему эта мышь носила уже, ну так называемый, человекообразный штамм вируса Китайцы называют нулевым пациентом женщину по имени Хуан Ин Линь Которая выздоровела, но ее местонахождение скрывается Затем китайцы сподхватились и стали секретить эту информацию Но все уже было поздно Не составило труда выяснить, что Хуан Ян Линь Как раз и работала в Уханьском институте вирусологии Ну, Национальный институт вирусологии 16 февраля выступил с заявлением Что Хуана Ян Линь действительно получала степень магистра в институте в 2015 году Затем переехала в другое место и больше в Ухань не возвращалась Ну, а такое объяснение, конечно, только добавило, в общем-то, бензинов пожар Если не возвращалась, то как она вообще могла Такое специфическое что-то типа там китайской этой летучей мыши Съесть на рынке Хуань Сама Хуан Линь недоступна Ее показания даются со слов знакомых ей сотрудников института вирусологии Что также вызывает подозрения В январе 2018 года в городе Юхань была построена лаборатория биобезопасности Четвертого уровня, самого высокого Которая занимается борьбой с возникающими заболеваниями Хранит очищенные другие типы вирусов Предполагается, что она будет действовать как референтная лаборатория Всемирной организации здравоохранения Связанная с аналогичными лабораториями во всем мире Например, с канадской Вот китайская фотолаборатория ПА4 На создание которой ушло более 10 лет Несколько лет назад ответственные сотрудники института вирусологии Открыто признавали, что они смогли синтезировать вирусы С помощью подобных животных В журнале Nature 9 января Ну, медицинский журнал Nature 9 января 2015 года Исследователь из Ухани, целый академик В общем-то, китайская наука Ши Чжэн Ли Писала, что ей нужны дальнейшие исследования на приматах Которые не являются людьми Причем новые опыты ей нужно было Как раз для того, чтобы понять способности этого вируса Вызывать заболевания у людей Ну и отсюда, в общем-то, пользователи сети делают вывод Коронавирус создали искусственную часть работ по сознанию химеры Шла в Китае Но химеры биологами называют искусственно созданными организмами Кто не знает И сейчас, в феврале 2020 года Когда именно госпожа Ши, академик Китайской академии наук Заявила следующее Ну, в ответ она заявила на публикацию индусов Готова поспорить на свою жизнь Что вспышка не имеет ничего общего с лабораторией При этом именно академик Ши Первая открыла механизм проникновения коронавирусов В живые клетки Присловитовая мышеловкой Первая назвала летучих мышей Источником заразы Это ее заявление было ответом на публикацию индусов Ну вот, а здесь мы видим Фотографии Синьхуа Группа молодых исследователей Из Уханьского института вирусологии Инженер по отоплению и кондиционер В Нюханьского института вирусологии В Англиан тестирует оборудование в лаборатории То есть, в Уханьской лаборатории 2015 года Реально, так сказать, как выясняется Опытным путем на неких животных Синтезировали какие-то вирусы Затем пытались выяснить Передаются ли они людям И что из этого получается Похоже, что получается Пишут, в общем-то, разные люди в сети Исследовательская группа этого института Во главе с научным сотрудником Джоу Пеном Пытается установить Каким образом летучие мыши переносят вирус Не болеет Может ли научить организм человека Сопротивляться этой инфекции Опыты ставили на поросятах Как выясняется Изучаемый штамм коронавируса Вызывал у них сильную диарею Расстройство пищеварительного Всех пищеварительных дел Которое приводило к летальному исходу Свои заключения и наблюдения Джоу Пен опубликовал В научном журнале Nature Упомянутый выше Пен Джоу Возглавлял группу исследователей В общем-то и переносимых Более того, в Фитере Энтузиасты раскопали Что в 2010 году Пен Джоу с авторствами С другими китайскими учеными Написал статью О псевдотипировании ВИЧ С белком коронавируса Летучих мышей Что, как мы с вами понимаем Очень актуально Для сегодняшней ситуации Ну вот, это лаборатория Рядом российских СМИ И блогеров Распространяется информация о том Что израильский эксперт Дэнни Шохам Специалист по биологическому оружию Связал вспышку коронавируса В Китае с разработками В городе Ухань Биологического оружия На русском языке Первоисточником, вероятно Стал сайт Комсомольской правды Ссылающийся на Иностранные издания Шохам рассказал Что более 40 предприятий Научно-исследовательских Институтов Китая Являются участниками Госпограммы По разработке Биологического оружия В том числе Уханьский институт Вирусологии В институте Содержалось Несколько видов Коронавирусов В том числе Вирус атипичной пневмонии Который бушевал В 2002-2003 годах Сразу возникает вопрос Откуда этот вирус Атипичной пневмонии Взялся Доподлинно известно Что был включен В китайскую программу Этот вирус По созданию Биологического оружия В общем Так пишет Вернее так утверждает Шохам Образцы содержались В нескольких Научных лабораториях Китая Сказал Шохам Программа По подготовке Биологической войны В Китае Находилась На высоком уровне На вооружении Уже имелся Целый спектр Боеприпасов Которые могут быть Начинены Биологическими Химическими агентами Которыми Воздушные бомбы Специальные Аэрозольные установки Для самолетов Более того В последние годы Китай Называет Биологию Приоритетной наукой Делает Ставка на исследования В области Нейробиологии Генетики Создания Искусственного интеллекта Редактирования Гена человека Ну это вот Ссылка на Комсомольскую правду Русскоязычную Ну вот Скриншот Переписки Израильского Эксперта Дэни Шохама И российские Проверяющие Этой информации Выяснилось Что в общем Не все так фатально Некоторые Оплошности Были В общем-то Неправильно переведены Не так поняты Но тем не менее Окончательного заключения Пока нет И китайская Коммунистическая партия Действовала Подозрительно Да Время первого Случа Ханьской Пневмонии Вань Цишуань Тайно посетил Ухань В общем Вспышка болезни Закончилась В феврале Когда в общем Он сказал Вецепрезидент Китаю Своему другу Направленный И так далее И так далее То есть Китайское правительство Отказалось От помощи Мониторинга Пожертвования И помощи Стороны Всемирной Организации Здравоохранения Чтобы сохранить Эпидемию В черном ящике Так несколько Как бы Интригующе Пишут В общем-то Интернетовские Ресурсы И так Дорогие друзья В общем Что Что можно сказать Можно сказать Утверждать Что ведущие Мировые Державы Располагают Страшным Генетическим Оружием Применение Которого Угрожает Само Существованию Человечества И это Очень Печально И настораживает Продолжение следует... Продолжение следует...